Значит, человек принесет справки и я вам расскажу, что сегодня происходило. Теперь по поводу сегодняшней темы разговора. Мы вчера говорили о том, как я вижу развитие банка и что в бизнесе нет ничего личного в большом. И нет ни одного примера, когда бизнес становился большим, а акционера было мало. То есть есть в мире банки частные, я видел банки, я знаю даже их названия в Европе, которые являются семейными. Но это небольшие банки. Пожалуй, даже по оборотам, они очень старые, но значительно меньше даже сегодняшнего нашего. Но мы вышли на стратегию большого банка, потому что две тысячи почти работающих – это большой банк. Так, вот сегодня у нас какие-то кольца, коронки, всякая гадость. Вот, десять компаний, раз, два, три – Украина, два – и заваливаем. Вот, это хорошо. Раньше нам и завали вообще не удавалось никого вытащить. Сегодня мы выдали триста пятьдесят тысяч гривен и двести тридцать одну тысячу долларов. Вот, а погашено – две тысячи долларов и два с половиной миллиона гривен. Но мы сейчас проценты на вас увеличили, и таким образом можно регулировать кредитный портфель. Заработали на покупке и продаже валюты почти семь тысяч долларов. Это то, что… Что я говорю в купле и продаже валюты? Как вы думаете? Да? Ну, на межбанке, скорее всего. Что это такое? Маржа. Маржа. То есть это мы что сделали? Купили дешевле и продали дороже. Кому купили и кому продали? Клиентам. Каким клиентам? Юридическим или юридическим? Юридическим. А? Юридическим. Кому? Юридическим. А кто думаешь о физическом? Физическим. В обменных пунктах. Конечно юридическим. В жизни. На физических клиентах из-за одного процента практически парализована вся работа. Потому что сегодня продавать, покупать валюту невыгодно. Мы зарабатываем там гроши. 200-200 долларов в день на 40 обменных или 60 обменных пунктов. Вот. Что значит плохой менеджмент на уровне государства? Да? Вот сидит дурак какой-то, да, и дал… Ну, вот как сегодня формируется в стране бюджет? Это, ну, то же самое, что бюджет банка или любой организации, или фирмы. Вот. Сидит министр финансов, к примеру, да, и подает цифру. Премьер-министр. Ну, это еще Нилищенко был уставотник. Пример регулируемой экономики. Это когда с мозгами напряженная, и ничего никто не прогнозирует и не считает. И подают цифру, что банки сегодня продают и покупают частным лицам, там, несколько миллиардов долларов. Вот давай введем процент, и за это получится, ну, что этот процент будет составлять, там, чуть ли не 400 миллионов долларов в год или в месяц. Взяли и ввели процент в пенсионный фонд. В результате 70% обменных пунктов вообще закроились. И никаких оборотов, ну, мы так держим, только там, ну, для престижа, потому что нельзя зайти в банк и не поменять валюту. А на самом деле сегодня от этих операций государство потеряло намного больше, чем, ну, ущемило налогами. И вообще налоги – это плохая вещь, да. Там, где налоги маленькие в странах, там процветание экономики. Где вот такие вещи делаются, да, там всегда никакого бизнеса нет. На Western Union мы сегодня заработали 1500 долларов на обмене валют 795. Ну, это сегодня выдающийся день. На коммунальных платежах – 1100. Это в Киеве. Вот, так всего 3400 по метргам. Вот открыли ночное отделение, да. Вот у меня сколько мы тут заработали. Бабок. 70 гривен. Не знаю на чем. 53 гривны. Еще на чем-то. Вообще совершенно… А, вот. Карточки телефона. Ну это сумма, сколько купили. А где тут прибыль? А ну, скажите, Горбит. А какое это отделение у нас? Так оно, это вот, господин Абучков. Зам подписывал, у нас сегодня прибыль по отделению 1119. Ну где написано? Покажите. Глубокомысленная, наученная. А зачем вы мне лучше давали эту справку? Зачем вы мобану переводите и справку мне заявили? Это зам дал сейчас начальник того… Очень, очень такое глубокое по смыслу объяснение, что зам что-то дала и вы мне, почетному президенту банка, суете эту дрянь каждый день. И я все время думаю, на хрена он мне эту справку дает? Не могу понять. Чего сумма? Вы хоть сами ее видели? Сумма. Ну сумма чего? Говорите. Скажите. Где? Покажите. По какому сумму? Совокупной суммы нет, отдельно по операциям. Ну покажите хоть отдельно по операциям, не все равно. А совокупная нужна или не нужна? Нужна, конечно. Неужели? Так вы только сейчас поняли об этом, да? Правда? Они не пишут просто, я их заставляю писать. А что же они сегодня не писают? Да у меня же нет на отделении. А вы думаете, до этого было? Думаю, был. А я думаю, нет. А вы уверены? Уверен. Давайте спорить, что не было. Не было? Было. Не было? Было. Вот. Сумма чего непонятного. Где прибыль? Ну что вы рассказываете? Где прибыль? Да вы и сейчас там что не понимаете? Ну вот отдельно. Ну скажите прибыль, назовите. Ну по любой операции назовите прибыль. Мне нужна информация, которая... Ну зачем вот вы сейчас даже придете? Ну будете мне морочить голову, но я долго с вами разговаривать не буду. Вы хотите что, оправдаться? Или что? Ну а зачем вы... Я раздорожный. А зачем тогда вы сейчас брешете? Ну вот тогда вы меня сейчас начинаете уже достать. Ну. Я вас спросил, прибыль есть. Вот присутствие всех. Вы сказали, есть прибыль. Зачем вы меня обманули? Меня обманули. А что? Что сделали? Не разобманули. И столько смотрели в нее, извините, как это... на новые ворота и все никак не могли разобраться. Ну что тут разбираться? Я сразу вижу, что этот дурак составлял, да? А вы ее мне подсовываете на этот самый... Не делайте такого. Я обращаю внимание на все, да? И на то, где кто сидит, да? Обычно передовые люди сидят на первых местах. У меня мало времени для того, чтобы принимать решение. Я быстро буду обращать внимание на все. Кто прячется, кто подальше, кто поближе, да? Потому что я должен буду дальше принимать решение, кого двигать, кого нет. Кто как реагирует на мои слова. Кто задает вопрос, кто не задает. Кто справки подписывает от фонаря. Я говорил о том, что ни один документ от фонаря не может быть подписан. Но это, слава Богу, не господин Пучков подписывает, а какой-то дурак, который у него там сидит, закончен. Он даже не знает, зачем он это все составлял. А на самом деле, зачем мне это надо? Как вы думаете? А? Откажу вас на это работать или нет. Да, ну чего же вы мне лишаете возможности? Закрыть мне ночью, банк несет расходы. Или нет? Разберусь и доложу. Да нет, вы сами с собой разберитесь. Сколько там поделось? 1200 гривен. Вот мы, я ввел... Понятно. Я ввел платежи с 18 до 19, ну, мы сегодня работаем единственный банк до 20 часов. И ввел такие графы. Вот, какие операции мы начали проводить с 18 до 19 и с 19 до 20. И отменил перерыв. Ну, не для людей, а для банка. И вот у меня результаты такие. Ну, 205 платежей мы принимаем в обед. Сто тридцать с 11 до 18 до 19 и с 62 до 20. Ну, сейчас все замерло. Поэтому, как бы... В первое время мы несли порядка 10 тысяч долларов убытков из-за того, что охрана стоит дорого. И с 18 до 20 нам пришлось ввести дополнительных людей, кассиров, там, бухгалтеров. Ну, сегодня это уже, ну... А завтра, как только люди будут уверены, что всегда мы открыты с 19, с 18 часов до 20, завтра сбербанку будет хана. Ну, что это удобно. Но лишь бы они всегда знали, что мы всегда открыты. В любой день. Бывает иногда, ну... Директора некоторых отделений говорят, ну, зачем нам? Ну, выходные. Ну, никто не придет. Да? Говорят. И говорили, когда я открывал много начальников. Никто не будет ходить. И действительно первое время не ходить. Как только мы один раз закроемся, 31 декабря какого-то, ну, пример, или какой-то праздник, да? А всего один клиент зайдет, да? Он всем им расскажет, что мы закрылись. И когда человек в следующий раз будет идти, он будет дергаться. Ну, стоит ему идти или нет, можно закрыть. Должно быть людей уверенность стопроцентно, что мы не закрыты. А в регионах почему вы так не работали? А в регионах, потому что сегодня в Киеве заключено несколько тысяч коммунальных всяких договоров. Поэтому есть что делать нам в отделении. В регионах нечего делать. Непонятно, что они были. Ну, Вестерн только. А наша основная идея – это применять за газ, за воду, за тепло, за всякую дрянь, за телефонные переговоры. Вот такая, мы как бы коммунальный банк для населения. Потому что, когда мы рынком овладеем, и чуть-чуть люди поднимутся, да я введу за каждую платежку деньги. Девятнадцать. И уже никто не будет никуда ходить, кроме как у нас. Девятнадцать пенсионных счетов. Уменьшился у нас на три с половиной миллиона депозитный портфель по юрлицам. Плюс сто тридцать шесть тысяч гривен и три тысячи долларов. А всего мы приняли сегодня пятьдесят шесть тысяч долларов и сто семьдесят тысяч гривен. От населения. Сто четыре карточки выдали. Мы заработали по золоту за неделю пятьсот долларов. Что-то у нас золота нет, завтра мы его получать будем. Сегодня у нас вчера было мало денег. За день мы заработали сто семьдесят одну тысячу гривен. Десять тысяч шестьдесятых, ну десять шестьсот мы заработали в гривнах. Это размещенные привлеченные. Привлеченных у нас двести пятьдесят один миллион четыреста семьдесят четыре гривны. Вот. Всего. И вот на этой сумме мы зарабатываем всего десять тысяч шестьдесятых гривны в день. Как вы думаете, из чего этот заработок складывается? Десять тысяч? Двести пятьдесят один миллион в гривне чем? Ну кто скажет? Пять процентов. Мы их размещаем. Мы их размещаем. Мы их размещаем. Мы можем на межбанке расти. Может мы бронетком. Ну как вы думаете, где они размещены? Где они работают? Я думаю, кредиты. Кредиты, которые мы расставляем кредиты. Правильно, да. То есть это мы выдали кредиты. Правильно. Еще где? Продать ресурсы можно. Ресурсы на межбанке мы продаем. Правильно. Это тоже. И все это в этой справке есть. Сколько мы... Вот на межбанке мы продали, разместили 20 миллионов. Юридическим лицам 19 миллионов. Физическим лицам... Это я вам... Это в долларах. В гривне. На межбанке 34 миллиона разместили. 54 кредита юридическим лицам. Остальное кредиты физическим, ломбардное там и АВГЗ. Ну там всякое время. Вот. А вот у нас 11 тысяч долларов. То же самое мы заработали за валюту. За валюту заработали... Разместили 20 миллионов долларов в межбанке. 19 юридическим лицам... 14... Нет, это 2 миллиона, наверное. Нет? Это 54 миллиона долларов размещенных. Правильно. Кредиты юридическим лицам 19 миллионов. Межбанк 20 миллионов. Кредиты физическим лицам 14 миллионов долларов. Всего 54 миллиона долларов разместили. Во. Какие масштабы. Это на неделю, да? Нет. Это всего... Кредит на портфель. Так. У нас такой вопрос. Как бы я зарабатывал деньги, находясь на вашем месте? Значит... Очень важно для меня, чтобы вы зарабатывали на всех операциях. То есть в первое время вам необходимо научиться осуществлять все операции. Поскольку мы являемся универсальным банком и отработали для вас все виды услуг. Кредиты, оверграфт. Ну, кредиты там под машины, под квартиры, под... Под обороты. А? Под обороты. Под обороты. Правильно. И потребительские, амбарные, продажа золота, карточек, виза, мастер, карт, American Express, чеки. Потом зарплатные проекты, потом, да, чеки там Western Union, депозиты, юрлиц, физлиц, разные виды депозитов, пенсионные счета. Все это вы должны осуществлять. И на первом этапе самое главное, чтобы вы, как к вам клиент попал, вы все, ну, вы как бы операцию это сделали. И тогда только вы берете инструкцию, ну, раз уже вы ее читали, и она для вас откроется совершенно в новом, ну, ракурсе. Потому что вы поймете ее прикладное значение. Ну, и тут же вы помните, что главный вопрос, который мы все время будем затрагивать, это какой? Лиск. Лиск, да. И тут же вы сразу прошлись по рискам, да? Где у нас прокол? Ну, например, у нас недавно карточки оформлял один человек, и одновременно он же еще что-то делал. И, фактически, он мог сам себе открыть карточку и вставить нас на любую сумму. То есть, любая операция должна быть разорвана по, по разные, а? По исполнителям. По исполнителям. И в этом и есть гениальность управления. И как только вы такое мне предложение дали, сразу вы для меня, ну, я как банк, да, для банка вы представляете особую ценность. Потому что не хватает все время анализа риска. Это очень важная проблема. Да. Как только вы всеми операциями овладели, появляется следующий вариант, как бы, дохода. Вот, когда я веду, я провожу, ну, такие переговоры с клиентами, вот сегодня у меня был крупный клиент. То есть, я могу брать вас, как только вы, ну, мы говорим о том, что мы партнеры, да, и если у вас появляется крупный клиент, то вы можете для пущей убедительности даже назначить мне встречу. Ну, и любому вы, клиенту крупному, особенно всегда можете сказать, что вы в особых отношениях со мной. и у вас нет нерешаемых вопросов. И очень важно, чтобы в ваших глазах клиент всегда читал, что вы не клерк, что вы не этот самый дворник, да, и что надо обязательно идти к Черновецкому что-то решать. И обычно такое мнение у многих людей и есть. Ну, поскольку меня знают, вот звонит мне какой-то глава администрации и говорит, мне нужно сдать деньги на депозит. Я говорю, слушай, иди, я тебя сейчас назову классного директора отделения, и он все тебе сделает. Да, 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 и обижается. Что я задаюсь. Ну, где я ему этот депозит буду принимать, во-первых, а во-вторых, я же знаю, что в центральном банке его хуже обслуживают, чем обслуживают его на лучших наших отделениях. И здесь уже, да, когда вы все виды услуг знаете, вам важно все абсолютно эти виды услуг предложить клиенту. Вот, например, приходит, ну, и вы это будете делать, и ваше величие зависит от того, насколько вы можете клиента повязать нашими услугами. Ну, как бы, не повязать это, а? Понять, что ему надо. Поломать тоже не то. Вот, во-первых, да, он, чтобы он, совершенно верно. Но, с другой стороны, это сервис. На самом деле, вы сделаете ему большое одолжение, потому что каждая наша услуга является уникальной, да? Конечно, если это исполнитель, то когда он принимает на депозит деньги, он молча, тихо, да, развернул компьютер. Вот, например, вы, да? Вот, садитесь на противную. Вот вы мне даете, например, да? Я не перевеличиваю, ну, я не думаю, что вы зарабатываете еще много. Держите. Вот вы мне даете эти деньги, и я должен принять их на депозит. Давайте. Давайте. Скажем, что вы это знаете, да? Вот, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, ставим десять, все, что у меня есть. Ну, это уже неплохая сумма, да? Что вы говорите, что я говорю? Давайте. Я клиент. Да, вы клиент. Вот у меня есть определенная сумма. Так, стоп. Интересно. Я клиент. Я пришел вам принести депозит. Хорошо. Я их пересчитал. Пересчитай. Нет, давайте только не теоретизировать. Спрашивайте, их тысяча долларов. Поехали. Тысяча долларов, да? Вот, а как бы вы хотели? Вы на краткостроковый, на долгостроковый? Генеально. На долгостроковый. На долгостроковый, да? Можно и в украинский сказать? По-украински? Только по-украински, да. На долгостроковый. На долгостроковый. И вы, я хочу их разместить на... Мы вам предоставляем такую, значит, позвуку, что вы можете, как на себе их оформить, этот договор, так что можете на совкладчика. Вас это интересно или не интересно? А зачем вы это предлагаете, чтобы народ слышал? Какая идея? Ну, то есть я ему рассказываю, насколько она широкая. На украинской мы домовились. Я ему показываю, насколько мы широко можем его... Да ничего подобного. Потому что, как только вы правильно говорите, мы зарабатываем на этой операции. То, что вы второе предложили. Это генеально. Только вы тут же потерялись. Поехали дальше. Далее. Ну, я вас запитал. Ну, запитались. Не треба мне. Не треба, да. Ну, значит, я перепрошу. А вы пенсионер или не пенсионер? Я пенсионер. Пенсионер. Чудово. Потому что именно для пенсионеров, таких как вы, видите, по чем вы до нас зашли, знали, куда вы идете. Да, да, по чем вы видите. Только, значит... Так, хорошо, по чем вы видите. Значит, именно для вас, как пенсионера, у нас разработана такая послуга, что мы увеличиваем валютный процент на... Класс. И что от меня нужно? Пенсионное посвящение. Пенсионное посвящение. Значит, я вас запитаю, вы пенсию получаете где? Сбербанк. Сбербанк. А зачем? Если вы будете получать ее у нас... Так, уговорили. Я готов открыть у вас пенсионный рахунок. Для этого вклада я оформлю на машинку. А у вас дружина? Есть дружина, а она где обслуживает эту пенсию получаете? Она тоже Сбербанк. Вы до нас пришли, вы уже готовы нам оформить. И, напевно, я думаю, что ваша дружина також бы захотела с нами працювати. Ну, а почему этого нам захотела? Потому что я вважаю у вас семейные приоритеты. И вы давно живете, я так понимаю. И, значит, вы... И если вы вдвоем будете получать больше суммы вместе, значит, больше... На украинской мове поехали. Больше процентов, больше доходов у вас будет. И, взагалі, вам подобается, как у нас обслуживают? Да я в жизни первый раз вам зашел. Откуда я знаю? Значит, я вас полностью под свою ответственность говорю, что вас это задовольнить на все 100%. А почему это оно меня задовольнить? Потому что вы можете навіть... Зараз давайте переверим. Вы можете выйти из моего кабинета. Мы вважаем, что мы на кабинете. Да? И запитать в любого бухгалтера, в любого касира какуюсь послугу. Давайте придумаем... Я в жизни своих никаких послуг немал. Какие послуги вы маете? Если вы не мали никаких послуг, то это тем более... Темпи, в темпи, в темпи, поехали. Нема послуг. Я не хочу никаких послуг. Дальше. Все? Нет, я еще пообещаю ему, что... Я ему не пообещаю. Мы еще раз поясним, что про то, что он до нас зашел, никто не узнает. И когда я сказал, что про клиенту, до речи, он сказал мне, что он обслугался в Украине. Сейчас, сейчас. Что вы мне... Я вам скажу, что конфиденциальность... У нас самое главное, кроме... А что это такое конфиденциальность? Конфиденциальность. Это та вещь, которая свидетельствует о том, что вы до нас зашли, никто не узнает. Про то, что вы у нас сделали, никто не узнает. Как не узнает? А он меня не видел, а ваша оборщица и... У нас... Я вам могу пообещать, что с подбором кадров у нас это очень серьезно. И... А что, Звербанку не конфиденциальна? Вы знаете, я вам про это ничего не скажу, потому что на другие банки есть такой эпикет, мы говорить ничего плохого не будем. Но вы там обслугуетесь. Вы, наверное, сами разумеете разные вещи. Хорошо. Кто хочет еще... Присаживайтесь со мной. Или кто хочет добавить чего господин Хороший не сказал? Ну, во-первых, нужно было добавить то, что мы работаем как бы с 9 до 8. Это даст возможность вам прийти в любое время и получить деньги. Что вообще? Без выходных. Отсутствие очередей и то, что уборщица не слышала. Отсутствие очередей. Дальше. То, что если вы переведете к нам свой пенсионный счет, вы получите в конце года 5% годовых по остаткам. Нет, это брехня. Бесплатно на пенсионеры открываются счета? Да, бесплатно. Не обязательно самой приходить за пенсию. Бесплатная карточка. Бесплатная карточка. Так. Думаю, для убедительности, что банк по рейтингу в десятку лучших банков в Украине. Да. Ну, десятку лучших банков. Что еще? Проценты вы можете получать как ежемесячно, так и в конце срока. Причем в конце срока у нас самые большие ставки по банковской системе. Вы можете приходить в наш банк и подписаться на газеты и журналы. Вы можете платить за коммунальные услуги. И вам не надо будет ходить ни в Сбербанк, ни на почту. Все мы делаем в нашем банке. Услуги и подписка на газеты? Отделение по всему городу. Отделение по всему городу. Скидки получаешь? Любую сумму можно снять. Там 5-10 гривен. Что еще? И бесплатно. Мы полномочены просто арбайтером. Один день есть полномоченный просто арбайтером. Что еще? Именно для пенсионера у нас повышена ставка. У меня какие замечания по нашему разговору по менеджменту господина директора? Есть какие? Что он не так делал? Или все нормально? С одной точки зрения, по-моему, навязывал услугу. Принь не надо навязывать. То есть вы считаете, что навязывать не надо? Нет. Какие еще мнения? Именно учитывая не упомянула. Нет. Именно учитывая не упомянула. Не доставить то, что он от носа вкладчика сразу предложил. То есть это надо было немножко позже. Сначала там по процентам, по всему остальному. Значит, наверное нормально. Навязывает. Вы считаете, что навязывал. Какие еще есть мнения по этому разговору? Что не так делал директора? Волновался и немножко сбегчиво говорил. Что еще? Можно? Да. Сказал, что я вас по глазам вижу. То есть это как бы уже... По глазам вижу. И что плохого в этом? Ну как плохого? Сказать, что... Кто-то такой несчастный человек, что вот вы пришли к нам, что только я вам могу поговорить. То есть вы как бы унизили? Да. Я полностью с вами согласен. Да вы не стесняетесь говорить. Дальше. Если раз бывает на украинском, то раз бывает на чисто украинском. А вы на сиром украинском? Чего? Не, он просто на меня ориентируется. Чтоб я не подумал, что не зауважал его. Я его уважаю. Мы на Украине должны на украинском говорить. Моя беда просто, что я жил в Харькове, и у нас не было украинского языка. Сейчас перекажу вот это. Ничего. Нормально. Я украинец настоящий. Или как украинский? Украинец. Сто процентов. Я бы еще сказал, что любыми вопросами он может отойти лично ко мне, если у него будут какие-то проблемы. то есть это личное такое внимание человека, оно должно быть. Так, так, так. Поехали, поехали, поехали. Значит, вот смотрите. Тогда я вам скажу, что мне понравилось и что не понравилось. Если будет депозит, можно приложить ко мне. После этого. Да. В принципе, да. Есть два как бы вида замечаний, которые вы сделали. Одна часть – это как бы рассказ о банке, да? То есть здесь явно директор отделения, ну, не до работы. То есть он бы, конечно, мог рассказать больше. Но, с другой стороны, я не вижу вообще проблемы и не думаю, что такому клиенту надо особенно уж много про банк и говорить. Это не юридическое лицо, а это все-таки пенсионер. Поэтому про банк можно еще говорить очень много, и я эти замечания особо не ценю. Я полагаю, что вы их все будете тарабанить по полной программе. Вот. Но самое главное, чтобы это как бы не как попувай, да? А каждому человеку можно рассказывать про отдельные, ну, какие-то… Пенсионерам лучше рассказать, что мы уполномочены банк по пенсиям. Вот. И это всего десять банков на Украине. Вот. И к нам очень высокое доверие правительства. Это очень важно. Полномоченный банк по пенсиям и по астарбайтерам. Он сразу воспрянет духом. Да. Это серьезно. Вот. Дальше, замечания. Вот, что бы я выделил, да? Ну, во-первых, хорошо провел разговор. В принципе, нормально. Вот. На что я обращаю внимание здесь? Что гниально, да? Вот. Очень важно, что директор пытается навязать услуги. Но это не навязать. На самом деле улучшить жизнь клиента. А мы везде за все берем бабки. Но на самом деле намного больше зарабатывает от этого клиент. Потому что наша новая услуга, это не просто, что мы его ободрали, да? А то, что мы ему дали сервис. Ему намного легче станет жить. И я скажу, где гениальность, да? Спросил пенсионер или нет. Класс. Потому что, как только я узнаю, что к вам зашел пенсионер, да? А мы скоро оборудуем телекоммуникациями все отделения, да? Вот я однажды проводил, взял, записал на пленку. В банке это возможно, да? Но мы ничего такого не делаем. Ну, как бы специально, как вел переговоры начальник кодированных счетов. Вот. И сразу мне стало ясно, ничего у него никакого будущего. Конец света. Я такое увидел, что мне стало дурно. И мне чуть не вызвали скорую помощь. Значит, ситуация у него была какая. Я вам эту кассету, кстати, сказать... Где директора? Да, вы запишите. Я вам эту кассету прокручу. И вы скажете, какие замечания у вас по менеджменту этого человека. О, класс. Следующее занятие вы посмотрите, как менеджер ведет беседу с клиентом. Значит, что классно. Предложил совплатчик. 5 долларов шлеп, и мы заработаем. Но, кроме того, он услугу внедрил. Это очень важно. Пенсионер. Класс. Нам нужны пенсионеры. Тут же он карточку не предложил. Да? Не предложил. Не предложил. Не предложил. А вот здесь гениальный тот, кто сказал, что карточку надо. Потому что по карточке мы, во-первых, у нас есть очень интересные договора с компаниями. Со стороны дисконтной, ну той компании, которая дает нам дисконт, там возможен нам определенный процент. Это раз. Во-вторых, по транзакциям мы начнем, ну, тут же зарабатывать. Ему захочется еще положить деньги. Ну. И он будет ее показывать всем пенсионерам. Так. Значит, хорошее что? Пенсионер и совплатчик. Плохо что? Не предложил карточку, вот. Кто-то не рассказал о дисконтной программе, что страшно важно. А у нас ведь полно всяких кафе, а для пенсионеров прачечных. Недавно встретил я одного пенсионера. Он говорит, слушайте, никогда не знал, что такое класс. Захожу в прачечную, где я всю жизнь платил по полной программе, а тут мне 15% дисконт. Во! Ну вы даете. Ну я счастлив от этого, да? Обидел пенсионера? За что? Он всю жизнь работал. На страну. А вы ему дисконт не будете дать. Блин. И я, конечно, если это увижу, я тут же сделаю соответствующий его. Ну пару раз поговорю. Потому что самое главное нам действительно навязать. И вы абсолютно не правы. Немножко не правы. Да. Именно люди не знают о банковском сервисе. Значит, кроме карточек, я бы, наверное, предложил бы ему взять товар-кредит. Не предложил и вы не предложили. Но вы не предложили еще потому, что вы нифига не работаете. А он уже работает и не знает. А ему, наверное, нужен телевизор. Этому хорошему человеку. И мы можем на нем заработать бабки. И он телевизор себе купит или холодильник. Не предложил. Но даже если он не купит, ему надо было бы это всучить. Эту нашу, эту самую. И он бы разнес бы. Да. Не спросил. А кто еще у вас, это, соседей может захочет, вот когда он увидит список дисконтных этих самых. Не спросил. Ну это как бы неважно. А вот то, что это дисконт, то, что по кредиту, это проблема. Да. Теперь. Не сказал, что под залог депозита мы можем выдать кредит. В любой момент. И уравнять процентную ставку. То есть, вот в чем смысл, насколько банк классный инструмент. Вы себе представить не можете. Только для тех, кому может менеджер объяснить. Они же не знают. Что вот у нас иногда человек может положить 100 тысяч долларов, да? Если у него хороший менеджер, то завтра он ему одолжение такое сделает. Ну с ума сойти. Завтра он приходит и говорит, а мне нужен кредит. А когда у менеджера мозгов нет, то он, ну не кредит, он говорит, мне бабки нужны. Срочно. А у него проценты на год, ну в конце года. То есть, он потерял все проценты. А на самом-то деле мы ему можем сказать, бери кредит. Здесь у тебя 6 процентов с половиной. Я начал, за счет того, что ты такой крупный, и мы тебя уважаем, да? Мы тебе даем кредит. Вот 6,5 процентов плюс наш 1 процент. Всего лишь. И ему не надо разрывать договор. А ему всего, наверное, до 10 дней бабки нужны. Ничем не рискует. Ну правда, мы не дадим ему не 100 тысяч, а сколько? 50. А? 70. Там 70. 50. Почему 70? Там зависимость. Почему? Ну давай давай давай. Не отдравил вас быстро, да? Да. Никогда не называйте меня от фонаря. Нет. Я ведь всегда спрошу, почему? Нет. Потому что они абсолютно ликвидны. Там же... 100. Ну да. Нет. Сколько? Вернуть можно. Всегда. Кто скажет, кто умный? А сколько клиентов у нас? Ну кто 100. А сколько мы можем его дать? Мы у нас процент, мы уже уложим процент. А? Учитываем тех процентов, которые он нам должен. Умный человек. Точно. Риски. Что ж вы? А рис зачем же нам брать за эти 6,5% в конце срока? А если не отдаст нам? Если бы он расстроил договор, мы бы их заработали. То есть, если он держит... Ну, это понятно, да? Да. Вот это и есть наш риск. Поэтому мы дадим ему за минусом 6,5%. Ну или там сколько, я не знаю, они деньги были. Ну это как бы вопрос, да? Но, как только вы ему эту услугу сделаете, да? Как только менеджер не отморожен. А у вас таких случаев миллион будет. Все. Этот человек будет поздравлять вас до конца своих дней. Потому что на самом деле, вы призваны вам, да? Помогать людям. Не навязывать. Помогать. Разве навязывать это, если мы дисконты бегаем по всему городу, когда заключали этих договоров? Мы же помогли. На заправке. В магазине. Везде. А еще посмотрите, что сделать. Вот что банк уговорит. Вот это класс. А у нас полным-полно случаев, когда человек разрывает договор, да? И бедный теряет эти проценты. Мало того. И в разговоре можно ему сказать. Послушай, раз ты кладешь такую сумму, я тебе советую. Ты ее разбей лучше по договорам или возьми лучше чеки. Потому что, когда тебе будут нужны деньги, да? Чтобы ты не ломал весь договор, я ничего не смогу сделать. Лучше разбей их по десять тысяч. Уже он понял, с кем он имеет дело, да? Не с человеком равнодушным к его банкам, к его судьбе, да? А с человеком, который, ну, как бы, проникся его проблемой. Он хочет ему помочь. Он всем это расскажет. Он такого никогда не видел. И от того, что вы очень сладкий вы, да? Это плохой менеджмент. Директор банка имеет достоинство. И не сюсюкает, как вы. И глупости не говорит по части того, что я по глазам вижу. Да если бы вы мне такое сказали, да? Ну, в лоб бы я вам не дал, а лет двадцать назад дал бы. Вы меня любители. Вы что, меня за идиота держите? Я не идиот. И кто вы такой, чтобы говорить мне про мои глаза? Мои глаза нормальные. И ничего вы по моим глазам не увидите. Вы еще до моих глаз не дорослили. Я вас уверяю. Так что не надо нас дурить. Это вы уже перешли на панибранство. Обстановка абсолютно официальная. Солидно. И вы въезжаете полностью в тему этого человека. Но при условии, что если он расположен. Не просто тянуть его за руку. Ну, давай сюда это, вот еще это. Если он не хочет, все. Всего лишь солидно мы ему можем говорить. О наших возможностях. А они беспредельны. Мы все можем. Мало того. Вот сейчас мы сможем, мы можем ему, вы будете это знать, да? Мы можем вам предложить работать. Если он помоложе так. Через клиент банк. Или по факсу. У нас есть такая возможность. Если он уезжает за границу и по нему видно, да? Мы можем сказать, мы тебе сделаем возможность. Ты сможешь переводить деньги всего лишь по факсу и по телефону. И это у нас работает. Но, правда, никто еще этим не воспользовался. Серьезно. У нас. Ну. Там. Так. Значит, мы ему дисконты, карточки, кредиты. Да. Кредит мы ему предлагаем обязательно. И обычный. И под, ну, этот самый, и такой, да? Мало того, мы не предложили ему международную карточку. Он нам штуку принес. Но это потому, что вы не знаете, да? И к вам претензий нет. Тысяча долларов – это бабки. А нам всего лишь надо для обычной карточки 250. Поэтому тут же я бы его на карточку заскал. И это был бы класс. Потому что, если только он едет за границу, а я езжу за границу на пенсионер, да? То мне эта карточка нужна. И открыл бы мой овердрафт до 1000 долларов. И он бы мне еще за карточку заплатил. Уже две карточки у меня. Вот. Что бы я еще с ним сделал? Ну, а рассказывать можно много. И про круглосуточную службу, и про то, что мы самые надежные и так далее. Но самый высокий класс разговор – это, конечно, с юридическим лицом. И я даже не думаю, что кто-то из вас готов провести со мной разговор как с юридическим лицом. Кто хочет. Вот я юридическая компания. Ладно, чтобы так как бы не тянуть. А можно наоборот? Вы юридический лиц? Ну, дело в том, что для этого я должен дать вам какие-то, ну, вводные данные. Ну, для этого. Я просто расскажу. Не хочу. Я, когда вы упретесь в крупного клиента, да, я, может быть, проведу какое-то занятие. Ну, это, в принципе, очень просто. Все услуги, которые мы по юридическим лицам оказываем, да, мы можем этому и обязаны этому клиенту, ну, рассказать. И я демонстрировал и Рене, и другим, и детям своим, и нашим директорам отделений, что от меня клиент уходит, да, разодранный на части. Вот я ему все. И зарплатный проект, да, обязательный. И никуда он не денется. Потому что я владею цифрами, вы там, у вас все эти маленькие наши бумажки есть. Почему зарплатный проект выгоден? Потому что инкассации нет, а за инкассацию надо платить проценты. Рисков возить бабки нет, и кассира не грохнут. А у нас, у некоторых клиентов, грохнут. Вот. Сокращение бухгалтерии. До 20 минут сокращается, если эта фирма, как наша, это же надо получить зарплату, это теряется время. Все это можно умножать, там все это, ну, эти 20 минут. Министерство промышленности. Но он до сих пор не знает, зачем банк нужен. До сих пор у него в голове, что, на самом деле, счета надо открывать по блоку. Прошло то время. Вот. Мы все услуги оказываем. Мы лучше любого банка, который будет рядом с вами. Лучше Киева, Мрещатика, Мрещатика, Экспресса, еще кого-то. Потому что все у вас есть для того, чтобы клиент ушел такой задоваренный, да, что у него прибыли тут же пошли, вот, и, ну, я ему, у него намного будет больше прибыли. И мы на нем заработаем. Я с любого клиента сдеру 3 шкуры. Но одновременно он 10 шкур получит в результате. Я ему тут же расскажу и про конфиденциальность платежей в системе филиалов. Я обязательно спрошу его, сколько у него филиалов. И как только я ему скажу о том, что если он откроет филиалы у нас, сразу мы проходим мимо МБУ. Вот. Это раз. Вот. Во-вторых, для крупного системного клиента мы можем, вы мне только позвоните или напишите предложение, да, если у него 10 филиалов, мы можем сделать ему систему, где у него основная проблема какая? На филиалах сидят, бывают жильники. Он не знает, куда они тратят деньги. Мы можем дать вариант, а у нас самая дорогостоящая система курсчета. Третья модель, которая в онлайновом режиме позволяет управлять, ну, всеми нашими счетами. И мы можем написать программу, ну, просто вопросы для нашего этого, не казначейства, как там это называется. Вот. Чтобы оно давало каждый день вам распечатку. Это вообще времени не займет. И у него будет, представляете, каждый день, ему уже эта информация по зарезть нужна. Каждый день он будет знать, сколько у него вытарк в магазине в первом Раку, в Николаеве, в Одессе, Херсоне, т.д. т.п. Сколько потратили денег и куда, там, здесь, ну, вообще. И за это мы еще даже тарифы не установили. Это просто как в подарок, да. Но за подарок он откроет у нас везде счета. И у нас начнутся остатки. А у вас будет это все в доход. Потому что считаться в доход это будет не тому филиалу, где это открыто, а вам. Поэтому филиалы все у нас. Сумасшедшие бабки вы уже заработали. Карточный проект, он тут же протащится и все остальное. Ну, это когда вы все это будете знать, да. Если у него хорошие обороты, мы ему даром даем золотую карточку и его клиенту. Мы уже по золотой карточке начинаем зарабатывать в кредит. Потому что это же на самом деле ему удобно. Ему не хочется на депозит отвлекать деньги. Зато, когда он потратит, он нам еще проценты за кредит заплатит. Ну, то сколько он будет пользоваться нашими деньгами. По зарплатному проекту я сказал. Кредит ему класс. Овердрафт это высший класс. То есть предложить ему, он скажет, да я никогда кредитами не пользовался. Ну и что? Дайте мне ваши данные по работе в другом банке. Он показывает, что у него в день 100 тысяч туда-сюда. Ну, например. Мы ему, я не помню, до 40% мы даем без залогового кредита. Если он давно работает, да? Ну, 50%. Да. Ну, уже он 40 тысяч в день имеет овердрафта. И как только мы ему овердрафт открыли, вы уже начинаете зарабатывать по-серьезному. Это небольшой клиент 100 тысяч. А на миллион. А у него 400 тысяч овердрафтов. То есть, когда у него ноль на счету, он же не считает ничего. Ему надо перевести. Он же не знает каждый день состояние своего счета. А ему платежи какие-то, ну, нужны. Попал, когда у него бабок нет. И тут же мы ему проценты. И ему выгодно, потому что он как бы не потерял сделку, да? И нам выгодно, потому что ваши деньги уже работают, ну, кредит. Да мало того. Каждая услуга, ну, я не хочу рассказывать. Это миллион еще. Мы тут же ему говорим, когда инфляция, тебе не надо мучиться. Ты работаешь в правах с банки, имеющем лицензию на золото. Как только инфляция, ты сразу можешь загонять нам бабки в золото. И мы останавливаем инфляцию. Ну, понятно почему. Потому что золото та же валюта. А иначе куда их делать? И он все время думает, не дай бог она грохнется. Куда девать выгонять? Выдумывать импортные и экспортные контракты. Потом за тобой полиция гоняется. А мы тем хороши, что у нас это... Но когда вы ему это скажете, все. Он уже спокоен. И про золото. Овернайт. Овернайт, да. А про конфиденциальность. А вы ему говорите. Старик, пока я здесь, можете на себя ссылаться, да? Никогда. Ни одно учреждение. Ни ЦРУ. Вот. Ни Федеральное бюро расследований. Ни КГБ, ни МВД. Не получит от нас ответа до тех пор. Ну, когда вы его знаете, конечно. Он... Вы ему говорите, что если вы покажете мне все свои операции, да? И я буду видеть, что вы порядочный человек. Никто из них не говорит. Пока вы не увидите, что от нас там потребовали проблемы, он получит ответ. И мы так и сделаем. Потому что мы патриоты страны, вот. И сегодня это вопрос жизни и смерти бизнеса. все. А еще, когда вы ему когда-нибудь запрос покажете. Никогда от вас этот клиент не уйдет. Вы его повязали уже так, что он уже все. И мало того, вы лоббируете его бизнес. Он вместе с вами начинает расти. Вот я на совещании говорил, 200 тысяч долларов выдал. Но он уже не мальчик. Случайно мы его взяли. Мне было отличненько. Представляете, вы выдали 200 тысяч долларов. Да этот клиент и детей ваших поздравили. Он не понимает, что мы на этом зарабатываем. Он расценивает это личное должное. Вот какую силу вы получите. Если только вы можете этой силой пользоваться. Потому что я вам покажу на примере. Вариант плохого мальчика. Когда с клиентом разговаривают неуважительно. Это как бы проблема. А если вот клиент подумает. Теперь дальше. Это по поводу зарабатывания денег. Сейчас я отвечу на вопрос. Когда вы по всем операциям пройдетесь. Я вижу идеология заработка такая. У вас на каждом направлении может появиться зам. Зам по пенсионерам. Зам по привлечению клиентов. Зам по операциям с ценными бумагами. Зам по этому. Зам по тому. Вот здесь мы начинали точно. С тех же условий. С таких. Начинаете вы. Здесь было у меня двадцать четыре человека. С семь компьютеров. Восемь. Вот. Первый этаж. В девяносто втором году я сюда зашел. Вот. Снял это арендованное помещение с арсенала. Думаю. Там было семьсот сорок метров вместе с хранилищем. Паутина кругом. Гинекологические какие-то кресла. Это была поликлиника. И разломаны. И забывающие. Тараканы бегают. Ну. В общем. Жуткая история. Вот. Но самое страшное то, что я не знал куда такое помещение и девать. Фактически мы поместились всего в одной квартире. Метров на сорока. И начали работать. Вот. Сегодня трещит дом. Потому что нам негде сажать сотрудников. Вот. То есть. Но это результат моей работы. Да. Я оказался хорошим раньше. Потому что многие банки так и остались в составе 50-40 человек. Уже у них нет операций. А я стал насаживать, насаживать, насаживать новые операции, новых людей. И благодаря этим людям мы вторгаемся все время в новые сферы. Увеличивается количество людей. и так далее. И так далее. И сегодня я вам гарантирую, что половину, ну не половину, две трети людей никогда в своей жизни не видят. Они что-то ходят, делают, не знаю что они там делают. Да. Все пределят. У каждого компьютер, что-то он там делает. Вот. Обслуживает вас. Если у вас талант, мы под вас начинаем покупать новую, новую квартиру, там весь дом. И у вас операций больше, чем в центральном банке. И мы тогда открываем центральную контору у вас. Вас назначили, у любого из вас представителя управления. А мы здесь как отделение. Ничего смешного. Чистая правда. М? Большие васяки остатки. Для неудачников. Большие васяки. Большие васяки. Сегодня у меня был мальчик. Костя Жива. Ваш ровесник. Который периодически нас обгоняет в двенадцатых и кредитах. Всего за два-три года. Вот вам большие васяки. Для неудачников. И лучше вы это никогда не говорите. Это состояние души. И меня это как бы настораживает. Лучше вы не начинайте даже. Потому что я все равно вас достану и выгоню. Так только я увижу, что вы думаете как обычный человек. Нам нужны лидеры. И эта должность для лидера. Не для клерка. Если у вас нет мечты. И вы не верите в то, что вы можете развиться. Не начинайте. Потому что очень скоро мы расстанемся. Я лично ничего не имею. Только я вас достану. Как и любого другого. Я никому не дам не мечтать и развиваться. Потому что здесь полно для клерков работы. Больше чем 250 долларов. Здесь есть зарплата до 500. Вот сюда сидеть. До свидания. И никогда меня больше не увидит. Потому что это не для людей, которые не смогут эту идеологию развивать. Во всех отделениях абсолютно будут работать только люди, которые будут штормить плод и не давать работать центральному банку. И под которые мы будем покупать и покупать и покупать квартиры. Вот как Татьяна Георгиевна здесь есть. Я под нее особняк нападу. Сколько бы она дорого не стоит. Потому что она не помещается. 136 клиентов. За 8 месяцев. Это уже банк большой. Такие дела. Поэтому это не ее ласекирь. Я никаких сказок никому не рассказываю. Я вообще не сказочник. Я серьезный человек. Такие вот как бы дела. Какие да. Ну и есть еще один вариант нашего сотрудничества. Может случиться так. Что вы себя проявите. У вас появится вкус какой-то одной операции. Да. И вполне вероятно. Поскольку вы вполне самостоятельный банк. То есть есть два варианта. Вы хорошо пишите отчеты. Развиваете все операции. Я всю жизнь вас люблю. И получаете доход. И у нас он будет в течение года в Киеве до 3000 долларов. Не заработал в течение года 3000 долларов по доходам. До свидания. Центральный банк. Куда угодно. Потому что мне нищие директора отделения. Мне нужны. Это тоже вопрос. А потом я поставлю в 5000 долларов. Потом в 10. Вот. И в этом году уже некоторые отсеются. Кто не имеет дохода. Я не могу понять почему. Нищету разводить. На этих должностях. Нельзя. Ну это как бы. Я рассказываю вещи. Которые вы не знали. Когда вам рассказывали об этом институте. Правильно? Я беру быка за рога постепенно. Чтобы вы понимали что вас ждет. Это принципиальные вещи. Поэтому. Кто в себя не верит. Чем быстрее сдаться. Тем лучше для него. Чтобы не было скандала. Здесь полно должностей. Нам очень нужны. Средний персонал. На зарплату выше чем директора отделения. Вот такие дела. Если вы будете писать хорошо отчеты. Развивать все операции. Доходы у вас будут хорошие. И вы выйдете через год на зарплату в 2000 долларов. В Киеве. То все спокойно. Мы работаем. Нормально. Но может случиться так что кто-то из вас неординарный человек. Да. И вот он будет тянуться в одну какую-то операцию. Если доходы будут я готов простить. То что банк не развивается как универсальный. Моя идеология универсальная. Я хотел бы видеть каждого из вас. Специалиста по всем операциям. Но может случиться так что вы захотите заниматься только одним. Да. Вперед. Можно зарабатывать на ценных бумагах миллион долларов в день. Пожалуйста. Вы будете работать в этом направлении. Вот. И мы под вас начнем набирать людей. Замок там. Помог. И бог с ним. Закроем его отделением как универсальное. Вот. Работа с девяти до шести. Никаких пенсионеров. Вообще не мешает. Токов. Гениальный человек. Ковал деньги с утра до вечера. Вот. И для себя. И для банка. То есть такое тоже может быть. Потому что я говорил вам что в мире ни одного похожего банка не существует. Это по поводу как бы я зарабатывал деньги находясь на вашем месте. Максимальные зарплаты я вам говорил. Или напомнить какие были в прошлом месяце выделения. Все слышали да? Нет. Да. Максимальная зарплата была 35 тысяч гривен номер один. По 24 тысячи было примерно почти три человека. А остальные. Они. Ну в общем у нас десять человек примерно выходят в район трех тысяч долларов. Это все люди которые проработали там полгода. Ну не больше. А дальше пошли неплохие. Ну там. Я вам тогда зачитаю это. Ну на ближайшем совещании поднять этот вопрос. Ну максимальная была зарплата по моему сорок четыре тысячи. А? Сорок две да? Чистыми. Такие выделения. И я не отойду от этой идеи. То есть как бы нам тяжело не было это платить. Потому что на каждую гривенному 75 копеек платен государству я буду это делать. Хоть подавитесь деньгами. Но я буду этих правил придерживаться определенное длительное время. Пока банк не завоюет ремонт. А потом. Нормально. Офицер должен получать в Европе не меньше десяти тысяч долларов. Вот это как раз должность банковского офицера. Ну как у вас. Индивидуальная работа. О. Скорее. Вот такие дела. Какие вопросы? И какие темы мы будем обсуждать еще? Можно вопрос. Почему в департаменте по привлечению клиентов до откладов сотрудников? Какой-то был интересный планик, который вы на прошлом совещании увидели в черном? Стратегик вот отлично работал. Не. Булвый винт там на заднем плане в черном костюме. Да. Я его не отбирал. Я один наполнил. Кто-то взялся. Кто-то взялся. Кто был в черном костюме еще раз? Есть кто-то? Кто-то взялся. Кто-то взялся. Кто-то взялся. Я его не отбирал. Не-не. Какой-то странный был персонаж. Я не могу. Как не попал, я не граню. Хорошо. Поехали. — Почему в департаменте по привлечению клиентов у сотрудников зарплата постоянная ставка, а не процент от привлеченных клиентов? У нас нет такого департамента. У нас есть департамент задрыбанных сотрудников, принимающих юридические дела клиентов. Они никого не привлекают. Не привлекают? У нас есть департамент по привлечению клиентов. Зарплата, докладываю вам, в прошлом месяце 500 долларов плюс 19,5 тысяч рублей. Они работают только от процентов. Но он ужасный. У нас есть идея, и я любого готов из вас пригласить и ознакомить с ней. Я буду создавать настоящий департамент по привлечению клиентов. Если кто хочет, завтра я готов кандидатуру это рассмотреть. Только завываться тем, ну, системой. Они там ходят, вот это там три человека, они ходят, непонятно куда, вот, и зачем. И где-то ноют, чтобы открыли счета. Я их разгоню. А нужно работать в системе. То есть я, у меня есть идеология, мы берем все отрасли, да, смотрим, какие самые, ну, привлекательные по емкости кредитной, там, по остаткам о счетах. Вот. Я подбираю туда людей из министерств. Ну, это громадный департамент. Но я любого готов, пожалуйста, рассматривать и дать возможность попробовать работать. Ничего знать не надо. Вся идеология есть, заряжена. Дальше мы начинаем догонку слать письма, потом встречаться. Куда-то я могу позвонить. У вас крупный клиент находится. Вы считаете, что надо, чтобы с ним, ну, первая встреча была, ну, звонок был мой. Пожалуйста. Если он депутат, я ему позвоню. Или министр какой-то. Спросить меня. Знаю я, я не знаю. Позвоню, скажу, примите его. Ну, это мой самый близкий друг. Что вы развиваете под крупным клиентом? Это у него, а пора, должен быть какой-то, или остаток? Потому что, у одного миллиона считают крупным, а для другой миллиона считается мелким. Для нас хорош любой клиент. Потому что у нас очень дорогой обслуживатель. Самое дорогое на Украине. Мы берем за платежку до 25 долларов. Потому что это стоит того. Потому что мы конфиденциальны, ну, и все там. Крупный клиент, с которым по вопросу можно обратиться к вам. Крупный клиент, это, ну, за миллион гривен оборотов в месяц это уже нормально. Да. Ну, это если нужно, да. Желательно, чтобы вопросы все решались там. Потому что, если только вашего авторитета не хватает, это проблема. Вы самая авторитетная фигура в банке. Только тогда, когда вы знаете все услуги и, ну, Если вы идете и представляете банк солидно, то все дороги вам открыты. Если вы уверены в том, что вы в хорошем банке. Что вы можете все эти услуги, ну, ему оказать, да. Что вы лучшие из лучших. Да. А если вы стучитесь, скребетесь, еще не назначили встречу, да. И ноете приемные, да. Что, прими, директор. А он говорит, да пошел бы. Я завтра вас выгоню. Сразу же. Как только узнал, что вы не звонили, да. Что вы предварительно не договорились. Вот. Что вы не написали ему сначала письмо. Вот. Или что вы где-то ныли. Это позор для банка. Мы никому ничего не навязываем. Не хочешь, свидание, не надо. Есть еще такой вопрос. А если вопрос уже уперся в то, что, ну, крупный, но ему нужны, ну, какая-то нестандартная там ситуация. Ну, я не знаю зачем. В принципе, наши директора, как бы, справляются пока, ну, сами. Но несколько встреч я проводил. Там, где у нас оборот, там, 50 миллионов в месяц. Я сказал директорам, если нужно, если мой авторитет что-то значит, приводите. Просто я проведу политическую встречу. Что я рассказываю на этой встрече всегда. И что вы можете говорить. Что это единственный банк, который не занимается никаким бизнесом. Других я не знаю. Что мы никогда не подглядим ни в какой контракт. Чтобы украсть у него этот бизнес, как делают иногда по сельскому хозяйству в аварии. Ну, это плохого о банке вы говорите, я не говорю. Это чтобы вы знали, да? Вот. Что, благодаря тому, что я не занимаюсь неким бизнесом, мы надежны. Что я не спонсирую, не лоббирую свой бизнес. И не карманный банк. Его бабки, мой проект. Богорит, не пригодит. Вот это я рассказываю. Я ему говорю, любому клиенту, что вот, я смотрю вам в глаза, честно, мы ничем не занимаемся. Самое главное, ваши интересы. Мы будем их защищать до тех пор, пока вот директор, который вас привел, будет утверждать, что вы порядочный человек. Вот это я говорю. И как депутат, я всегда говорил, пожалуйста, я хоть он клиент, хоть не клиент, я моралист, у вас проблема, я подпишу депутатский запрос, я позвоню министру, я буду отстаивать ваши интересы, если у вас какие-то... Ну, это не надо, то еще не надо навалиться. Все равно это как бы джекрутно. Но на самом деле, действительно, есть проблема. Бумагу я поручение дам подготовить запрос, ну, депутатский. Я действительно занимаюсь этим, и не обязательно, чтобы он был моим клиентом. Потому что я считаю, что будущее Украины за бизнесом. Ну, только в бизнесе мы можем вывести страну из тезиса, а не коррупции. И ни за что денег я не беру, за какие услуги, и там, ни за какие... Мало того, мы придумали всякие, мы подпишем, если он у нас работает, и он порядочный, мы напишем бумагу, потому что мы его уважаем. Он всегда ее сможет предъявить в другом банке, что он уважаемый, на что нет. Он массой всяких, ну, таких приятных вещей делает. Какие вопросы? Леонид Михайлович, смотрите, есть вот клиенты, у нас нет такой услуги, как то, чтобы пополнять депозитный счет. Да, и не будет. Она не будет, пока. Но я ее увожу на днях. Но, как бы, не очень охота мне ее уводить, потому что... Я понимаю, какая ситуация на рынке, я вам привел к цифре, да? Мы сегодня, вот, 127 тысяч плюс у нас доходов. Я не хочу с ней возиться, потому что это не очень выгодно для банка. Тогда надо уменьшать проценты. Потому что процент на процент получается, ну, как бы... Но мы ее введем на днях, она будет. Просто проценты по ней будут ниже. Вводим... Должны быть все услуги. Выгодные, невыгодные, в этом будет проводить. Введем. Что еще? Каким образом... Программное обеспечение уже есть? Каким образом в банке достигается режим композиционности? То есть, как мы можем объяснить клиенту, что мы ручаемся за безопасность... Это вы не были на декции, когда я говорил о композиционности, да? Да. Проблема. Я вам дам послушать. Мы очень серьезно этим занимаемся. Я про все рассказываю. Поэтому мы сейчас все систематизируем. То, чего не слышал, я разобью все эти лекции на темы. И те, кто не услышал, вы услышите. Вы будете в этом уверены на сто процентов. Какие есть вопросы? И, Саша, вот я столкнулся с такой ситуацией. Клиентка нашего отделения, которая имеет валютный счет, по какой-то причине захотела открыть карточный счет в другом отделении нашего же банка. И вот теперь для меня поставит вопрос. Как разделить интерес банка, интерес клиента? Поскольку я могу предложить ей снять деньги с ее валютного счета, получить налог и положить в том отделении банка. А могу сказать, чтобы она просто перечислила со своего валютного счета на карточку, которую она откроет. Да нет, но если это уже вопрос, что ей удобнее в другом отделении обслуживаться, это, во-первых, частного лица вопрос, то вы должны сделать так, как ей удобно, потому что ничего вы там особенно с частных лицами зарабатываете. А если это юридическое лицо, и вы его уломали, и он открыл счет, и навязали ему все услуги, то при переходе в другое, во-первых, ему не надо переходить в другое отделение, и где бы вы ни находились, вы везде в Киеве можете работать комфортно. Потому что клиент-банк, и вообще лучше ему банк не ходить. Поэтому вы находитесь на Аболоне, а он находится на Крещателе. Зачем ему? Ну, он как бы сначала был на Аболоне, приехал в офис на Крещателе. При клиент-банке нет проблем. Но если он тупой, извините за выражение, не хочет клиент-банк, то, а вы его когда-то привлекли, у нас есть положение, что он будет обслуживаться у него, а получать доходы по остаткам будете вы. Понятно? Что? Не получается так. Вот мы находим клиента в районе, где не лежит наше отделение. Пишем ему письмо, он, например, отказался. Потом директор этого же отделения тоже пишет туда письмо. Получается, потом еще и еще... Получается. Сейчас мы организовали новый департамент, мы исключили такие проблемы. Есть такая проблема. Мы можем попасть в одного клиента с двух концов или с трех. Бывает. А каким образом он может исключать? Не хочу на эту тему говорить. Я этим занимаюсь. Я организовал отдел информации и уже написал идеологию. Сейчас они там программное обеспечение. Что еще? Дмитрий Михайлович, провинционное размещение зама на отделении. Но это отделение практически нет местных. Как там будет размещаться зама? Стоять будет. Грудельник. Стол дополнительный. Это как бы не проблема. Пока. А потом, если дела в отделении нормально, я говорил, квартиру купить рядом это не проблема. А стул поставить это тоже не может. Значит, не будет там зама. Но я не знаю, о чем вы говорите. Это конкретный случай. Будем разбираться. Как бы я порадил працювать на отделении на новой стратегии и тактики. Нема проблем? Расскажи. Что еще? Такой вопрос. Если действительно клиент пришел, навязали ему, получил услугу, все, а он себе думает, а вот я сейчас залезу по уши в этот банк, а потом он бабах и лопнет. Да. И вот спрашиваю тебя, вот я действительно, что мне тогда сказать? Как? В принципе, я говорю, да, банк надежный, 11 лет на рынке там, десятку лучших. Украина тоже был надежный, все его хвалили, но бабам-бам. А вы сколько уже на лет? Ну я с понедельника не был. Начинал. Кто ответит на этот вопрос? В первых, банк отвечает перед вкладами клиентов своим имуществом. Есть резервы в НБУ. Всегда, в первую очередь, повышается обязательство клиентов. То есть тут он защищен. Нет, но он как юридическое лицо говорит. Ничего его не подать. Ну, в первую очередь, если клиент приходит в банк, значит, он уже уверен в том, что он доверяет этот банк. Если он туда уже переступил порог. Я в Украине. Ну, хорошо. Вы юридическое лицо, да? В вашем банке. И вы пришли ко мне, вот я директор банка, вы пришли ко мне, и я вам предложил все услуги, да? Открыть. А вы мне говорите, а какая у меня... А я вам говорю, а я вот до этого обслуживался в Украине? Да. И она лопнула. Да. А я тогда вас спрашиваю, какие вам нужны документы для того, чтобы я мог вас убедить в том, что банк наденет. Поехали. Ну, как бы, это вопрос для дилетанта. Ну, вы ничего не понимаете в бизнесе, да? Поэтому, как бы, вы не знаете, что нужно. Да? Опять. Да. Ну, так как я могу вам ответить? Таких клиентов у нас не бывает. Я вас уверяю. Во-первых, такие вопросы у меня. Пришел в банк, он уже в банке, как бы... А все остальное вы прослушаете лекцию, где я говорил о разных достоинствах банка. О том, что... Ну, я не хочу повторяться. Что мы пять лет проходим международный аудит, который стоит нам сто с лишним тысяч долларов в год. Вот. И что мы... Что банк любой проверяется по ста параметрам ежедневно, ну, миллион вопросов, которые есть... Все дела говорят сами на себя. Да. Но! Все это рассказывается, а клиент может сказать. И все-таки вы меня, ну, не убедили. Ну, во-первых, те, кто приходят, они уже ничего не говорят. Они уже пришли, они открываются слезы. А если вы попадаете в государственную организацию, вот, ну, завод, там, червоный эскалатор, примерно, да? То, чтобы вы ему не говорили, он полностью отмороженный, и вы ему ничего и не объясните. Скептик. Да. А? Скептик. Нет. Он не слушает. Кто он такой? Он не слушает вообще. Ну, кто? Да, это правда. Как человек, который воспринял... Ну, как... В сравнении с вами. Кто он такой? Не менеджер. Не менеджер. Гениальный. Он вон. Баран кончен. Это же проблема всей страны, что сидит баран и управляет крупным заводом. Он бывший дворник, потом помощник слесаря, слесарь, старший слесарь. Партработник. А? Нет, партработник не надо. Потом он... Да. То есть он специалист ну, в какой-то отрасли. Он знает завод как свои пять пальцев. И вот когда менеджер его... Ну, когда его на аукционе начинает покупать, он орет, кругом бежит, да? И, к сожалению, его воспринимают такие же, как он, в министерстве. Что это же не специалист идет. Что это идет... Ну, вот он будет на меня говорить. Да что же он идет, управляет моим заводом, покупает, когда он ничего не понимает, он не знает, как плетутся эти лапки или как льются гильзы на завод. Да? В мире бизнес управляют люди, которые никакого представления не должны вообще знать о технологии производства. Вот в чем проблема. В голове. Что же вы ему можете объяснить, когда он дурак законченный? Это слесарь, которого выдвинули на директора завода. Он ни одной цифры не знает, ни прибыли, ни убытков. Его не интересует, ему ничего не докажешь ни по карточкам, ни по кредитам, ни по овертрафтам, не будет думать, о, пришел, тут это, лапшу на уши. И он промывестбанк, и все. И он будет одно и то же долдомить. Поэтому, как сказано в Библии, нельзя это бисер перед свиньями ну, как бы метать. Не о чем говорить. Если вы не понимаете, кто перед вами сидит, ему только можно предложить, что? Давай, открывайся, а я твою дочку возьму на работу, или, сколько ты хочешь за то, чтобы ты у нас открылся, да? Это он вас примет. Это он вас примет. Поэтому, когда менеджер, и менеджер, да, и врывается, и сидит, и начинает убалтывать, и пух, конченого идиота, о всяких услугах, ну, это конец света. У нас работает, например, вот, чтобы вы понимали, да, что управляют, ну, любыми предприятиями, люди должны управлять, которые вообще не должны ничего понимать, как, чего происходит. Всего лишь цифры, да? Надо задать какие-то вопросы, да, получить на них ответы, и проанализировать состояние этого предприятия. Все. И понять, где проблема. Убыточный он или прибыль. Если убыточный, почему? Как минимизировать убытки? Убытки или расходы везде одинаковые. Да, это, ну, они как бы делятся на какие-то группы. Независимо от того, делаются это гильзы, или трактора, или химические какие-то, или шины, никакого вообще не имеет значения. Вот всего две графы имеют значения. Это доходы, да, и расходы. И доходы не то, что он считает доходами, когда он берет, у него в доходах, у идиота, в балансе, да, сразу же, что? Он покупает, ну, это уже расходы, сырье, там, допустим, металл, да, ну, гривен, тонна, да, потом, энергию, там, столько-то платит. Ну, всего у него получается на единицу продукции расходов 20 гривен, да, а продает он, да, за 25 гривен. А? Несут убытки. Да. И не может понять, что же у него там, это самое, да? А где тут проблема? Не учитывается все. Учитывается все. Это, это все учитывается. Не учитывается расходы. Аренда. Да нет, все это учитывается. Дело в том, что в условиях инфляции, да, самое главное, учитывается все расходы и доходы только в одной какой-то валютке. Можно привязаться к марке, можно к доллару. Вот так я веду. Да? Поэтому в прошлые годы, если он покупает по 20, а продает по 25, и инфляция составляет 100% или 20%, он в убытке. Потому что ему надо привязываться к доллару. Он потратил, в этот день он должен зафиксировать, за сколько он купил, за 200 гривен, тонну, да, он должен тут же перевести это в тот курс, который был на то число, да, и зафиксировать этот расход в долларах, так считает наш аудит международный. Потому что в отчете нацбанка, там тоже идиоты были, но сейчас они уже кэмом, ну, система, и уже они нас обсчитывают нормально. Только с прошлого года. А до этого получалось так, что Украина, банк, прибыльный по аудиту нацбанка, да, а на самом деле там... 90 тысяч. Да, а на самом деле в валютном эквиваленте он с концами. И международный аудит не обманешь, у них и такой международный аудит был. А сегодня это, как бы ситуация, ну, сравнялась. И это все элементарно, и все. Потому что если он будет считать в долларах, ну, дальше идут следующие еще вещи. Если он бартер делает, да, то он тоже, как бы, ну, отказ от бартера, чего он никогда не поймёт, тут его везде дурят. Это... Ладно, я не хочу эту тему развивать. Я думаю, что многие из вас могли бы управлять предприятелями, и... Ну, какой-то проблемой нет. Управление производственным процессом это самая простая вещь, да, это даже под силу среднего менеджера. Например, у нас работает в Ахтырке электростанция, которая... Наши... На Украине все электростанции убыточны, кроме одной, которая эксплуатирует право. в убитом городе, в Ахтырке. Что? А, вы знаете Ахтырку, да? Почему? там же нет, не бывает. Ну, да бывает. Нас не убить, а нищего, более нищего города в мире я не вижу. Да. Ладно. мы достигли платежей 87% от населения. Я не думаю, что в Киеве столько собирают. мы взяли тут же, когда эту станцию взяли, мы как посчитали, да? Вот они берут и в других городах эти директора, ну, поскольку у них нет заинтересованности, они не знают, как деньги стоят, да? То они, конечно, плевали, во-первых, им там на дотациях, через бартер взятку взял за поставку. Ну, суть-то в чем? Была основная, да? Все электростанции вырабатывают энергию и берут за тепло деньги от ЖЭКов, да? А ЖЭКи, прикормленные банками, сидят на бабках и долго станция не платит. Мы взяли и заключили договора напрямую с каждым потребителем, ну, с каждым Иваном Ивановичем отдельно. Да? То есть электростанция заключилась? Да, как юридическая, ну, и все. То есть ЖЭК вышел из почки? Все! Там крика было, это шумо. Все, хана. Из 20% 80% высшая платеж. Провели несколько аукционов, этих, лотерей по городу, разыграли несколько телевизоров. Ну, к примеру, кто-то, кто, ну, там, участвовали. Да. Бегут все платить. Вырубили пару подъездов. Все. Никаких проблем. Это прибыльное дело. Мы зарабатываем где-то, ну, сейчас не знаю, а вот в прошлые годы до полутора миллионов долларов в год. С маленькой электростанцией. Если бы в стране были нормальные люди, кто принимает главные решения экономические, да, их немедленно надо приватизовать. Нету проблем. Мы единственное в актерке предприятия, кто ежедневно, ежемесячно платит вовремя зарплату. Там не одно больше. Или взяли завод мотор-деталь-правокс. Ну, все, чтобы не сглазить. 18, 16 миллионов гривен, ну, это тогда было эквивалентом большой, 5 миллионов долларов. Убытка. Продолжение следует...